так ребята все здорово сегодня короче говоря просто решил посмотреть что за первых вот так и я долго хотел скачать отключить заблокировали хотя хотя принципе он насрать давайте вот так вот оставим что там на заднем плане хоть что-то звучало вот так ну вот короче перед вам первый фото вот я играл 2 то есть в принципе что первая часть что вторая они по сути своей не отличаются почти ничем то есть ну как ничем допустим первое всего насколько я понимаю пять машин потому что я не знаю я не буду говорить сколько здесь машин у меня пока на данный момент здесь только пять машин то есть открыто да мне кажется здесь больше нету то есть вот раз вторая вот третьего четвертого пятая во второй части их намного больше насколько вы знаете да там около так ну их там наверное в общем где-то штук 30 что ли там же еще эти машины они как бы разделены там совсем раздолбай какие-то мусорные баки едищие потом такие более-менее нормально уже да и такие уже стрит-рейсеры стрит-рейсеры какие-то такие ну там были такие категории кто знает но кто играл узнает поймет как говорится вообще в принципе чего она отличается и тут немного прошел честно говоря я засел капитально то что игрушка игрушка пипец прикольная на самом деле вот кстати говоря игра была сделана 2004 году была сделана 2004 году тихо 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 капец как орёт а ну да я думаю так нормально ну так вот короче то есть игра была сделана 2004 году и что тогда уже могли делать да в плане графики физики тысяч пипец конечно но посмотреть груду дает мне по сути посмотреть чем отличается от 2 фото ну да это принципе чуть похуже графика поменьше карта меньше машин сама на по себе так скажем немного урезана да вот эти это единственное отличие а так принципе то же самое фото тоже 1 1 1 разрушаемость такая же дикая здесь намного легче свою машину раздолбать кстати не раздолбать а сделать так чтобы она сгорела то есть взорвалась вообще к чертям собачьим здесь такого добиться намного легче потому что вторая честь насколько я помню там нужно собрать столько стен прочего чтобы взорваться а тут в принципе надо просто хорошенько врезаться ну раз два три и у тебя машина просто слетит на возручной будут конечно же есть сложности там любительский профессионально попробовал профессиональный поставил бля я честно говоря в шоке вообще как бы уровень зависит не от того там не знаю так скажем от искусства интеллекта умнее он становится тупее вот здесь все чисто зависит от управления то есть профессиональные управлять вообще очень сложно машина постоянно заносит пусть эти сейчас у постоянно заносит на это вонючий кредит а потому что сна здесь такие карты с не дороги ничего машина постоянно заносит на этой грязи вонючий все точки собираешься упали на незначить такую на почки кочки дрифтуют как не знаю кто она профессионально то что творится вообще капец там просто такое нечто творится То есть реально, там машину заносит так, что вообще в принципе невозможно управлять почти. А попробовал, конечно, я кое-как первую гонку на первое место вытянул, потом сказал, да ну нахрен, в жопу. Ну да, конечно, игра прикольная, меня очень прикольную разрушаемость, какая она уже была на 2004 года. И честно говоря, я не думал, что если такая разрушаемость будет, даже такая же, как у второго хватоваться. Блять, неужели вот эта вот разрушаемость, вот так трудно добавить в афреску, я не понимаю, да. Пипец. Вот все говорят, да, потому что, короче, типа, афреска говно, ну, потому что там ничего нового нету, физику вообще никак нету. Бля, как так сказать-то? Ну, не улучшают вообще ничего. Ну, здесь, естественно, это нехорошо. Поэтому все ругаются на фреску. Неужели так трудно взять? Вот даже в игре 2004 года, да, такая дикая разрушаемость, естественно, они не могут фреску быть влегачиваться. Не так понимаю, конечно, если бы они делали такую же разрушаемость, как в... Сейчас помню, как называется, Bing and Drive, что ли. Он, короче, такой движок, типа, да. Это как бы такая демка, это даже не игра, это такая типа демка. Движка. Разрушаемость, он-то. То есть там машину можно полностью разрушить. Это не Next Car Game. Next Car Game это полноценная игра почти. Как вот-то вот первое, в принципе. Только там физика намного выше, чем здесь. Тем не менее. А есть еще такая штука, как тоже... Это не игра. То есть если на Next Car Game это игра, то Bing Drive это, ну, просто тупо демка. Показать движка, на что там способны предметы, так скажем, да. Вот. Вот там, по-моему, чтобы машину нормально сделать, ну, чтобы полностью она разрушалась, там нужно столько времени просрать, потому что там, я не знаю, там что-то все это вручную делается, насколько я помню. Но там почему мама у модели машинственная, человека только выпустили. И потом на протяжении долгого времени выпускали еще там по паку машин, потому что, ну, для этой Bing Drive, потому что, в принципе, там машины делаются очень сложно. То есть вот здесь все на порядок легче, здесь просто тупо... Ну, здесь как бы модель меняется сама, да. То есть корежится что-то там, по скриптам. Я так понимаю. Вот, а там... Там нужно с каждой деталью что-то какую-то фигню поворачивать, чтобы она как бы могла скомкаться, и это... Ну, в общем, знаете, это достаточно такое мудрное занятие, и я даже не знаю, как это объяснить. Ну ладно, короче, забейте. Так, давайте попробуем на первое место вытянуть, а. Сейчас надо машину улучшить. Вот, ну, здесь можно машинки улучшать. Улучшение здесь, в принципе. Не очень-то и много, но достаточно, вот видите. Карбюратор. Чуть не пойму. Добавляет турбонаддув. Установлено. А, здесь всё по отдельности можно купить. То есть здесь нет такой фигни, как в инфовеске, типа двигатель один, двигатель два, двигатель три, двигатель четыре и так далее, знаете, так. Один покупаешь, потом на гонку идёшь, открываешь следующий двигатель там. Потом его покупаешь, так вот такой хуйнёй занимаешься. Здесь такого нету, здесь, походу, разные детали, недоступно. Почему недоступно, не пойму. М-м-м, ну давай. Ну, трансмиссия, то же самое для трансмиссии. Угу, угу, ну, бля, круто, конечно. Пиздат. Да, так ладно. Давайте что-нибудь на управляемость возьмём, потому что машина заносит диком. Колёса. Вот, давайте колёса возьмём. Так, вон, погнали. То есть там всё на порядок сложнее, поэтому такой движок нигде пока не используют. Ну, как нигде, может где-то использовать, может это просто, я не знаю. То, что было бин NG Drive, потому что там очень много мороки с созданием, с внедрением этого, этой физики в машину. То есть там, ну, надо машину, считай, заново делать. Чё-то там прописано, короче, это очень муторно. Я помню, просто одного чувака смотрел, он прям кардинально объяснял, как всё это происходит. Создает эти модели, там посмотрел, мать твою, просто охренеть. Там на одну машину столько надо времени угрокать. Там что-то не днями создавать. То есть до него я просто тупо создал модельку, и всё, там нужно каждую деталь, чё-то с ней творить. Ну, короче, забейте. Вот. А здесь всё на порядок легче, конечно. И даже вот такую вот физику не могут наберите в МФС. Не знаю почему. Может лень. Может, типа такая особенность, типа вот, мы там это, блядь. Я, короче, не знаю, на самом деле, почему они, ну, просто не могут наберить физику. Все игры бы стали на порядок лучше, вот просто тупо. И вот была бы хотя бы вот такая вот физика. Вот это вот прикалывай. Можно замедлить. Благо, у него нога растянулся. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Если бы такую штуку сделали, то все игры, конечно, порядок, ну, в плане ФС-ки, да, они бы стали порядок лучше. Но, увы. В том же самом ревальсе физик такая дерьмовая, что просто кошмар. Просто там врезаешься в стену, почти ничего. А вот в таких игр, как GTA, и Watch Dogs, вот это вообще пипец. Вот это там полнейший пиздец. Там физика намного хуже, в принципе, чем в тот же самом Need for Speed. Ну, понятно, почему, да? То есть Need for Speed, это как бы жанр такой, ну, гонки, да? То есть там, как бы, разработчики обязаны хоть что-то сделать, хоть что-то в этом плане, да? Вот. А в GTA, там как бы аспект идет не на это. Они просто тупо хуй забивают вот на эту физику. И вообще непонятно, что там происходит. Блин, да что такое? Не получается ничего. Ладно, короче, я это нормально пройдем. Я сейчас просто даже особо не стараюсь, а просто так играю от фана. Так, сейчас потом, наверное, еще и веду любую по этой игре. Здесь, как бы, наверное, три кубка есть. Бронзовый, потом серебряный и золотой, собственно. То есть три кубка. Здесь также есть режим испытаний какой-то. Ну, не испытаний, а... Какие-то там трюки. Каскадерские шли какие-то. По-моему, так называются там. Каскадерские трюки. Ну, вот, короче. Там тоже, ну, такая штука, как фаталти-2. То есть, пытаешься своим водителем попасть в какую-нибудь там мишень, в сотку, закинуть его как можно дальше, как можно сильнее расплющить и так далее. Там разные, короче, испытания есть. Ну, это прикольно, конечно. Вот этого вот такого тоже нигде не было. Вот именно вот этим фаталти-позрался, в принципе. Хотя многие почему-то запомнили именно вторую часть. То есть первая она особо не была, конечно, знаменитая, я как понимаю. Все полюбили именно вторую, потому что она уже такая была более полноценная, что-то скажем, как игра, да? Потому что что это такое? Здесь всего пять машин, карт не очень много. Эээ... Вообще-ка я оторвался от них. Ооо, зебат. И... Можно замедлять, кстати, тоже прикольно. Ну, ладно. То есть у пять машин, так мало карт. Ну, по поводу... Графика, в принципе, нормальная. Она очень даже хорошая для того... Для тех лет. Вот. 2004 года. Очень даже хорошая. Вот реально очень хорошая даже. Конечно, никаких особо заморочек не видно, но очень круто. Вот. Вторая, она, как и считается, более полноценная, вроде. Там, наверное, машин больше и вообще... Ну, там, сами... Сами, короче, зайти сюда. Я, кстати, на самом деле, люблю вот эти вот игры на... Это же не игра, а гонки на выживание, так называемые, да? Допустим, те же самые... Эээ... Бля, ты же штаб, ну, сука. Сейчас приду опять последним, блядь. Но последнее место хотел... Ой, бля, на первое место хотел прийти. О, вовсе на машину загорелся. Видите, да? Так, ну дать попробую помогать. Короче, люблю гонки на выживание. То есть, такие игры, как... Бурнаут, хотя я в него не играл ни разу. Тот же самый Фотаут. То есть, я просрал. Сука. Суки! Вот. То есть, тот же самый Фотаут. Потом, что там еще какие есть? На самом деле, их дохренища. Реально, дохренища. Блю. Фотаут. Бурнаут. Инсейн тот же самый. Когда я первую часть снимал. Вот. Такая тоже, довольно-таки, старая игрушка. Блин. Я столько игр знаю, но не могу их вспомнить. Ни хрена вот как такая. Наверное, не просто просто до конца. Она вот, что-то еще какая-то фигня. Вот прям на языке версии. Я не помню, как называется. Ну, знаешь, что такая игра. Райт Рейсер. Unbound. Вот именно Unbound. По-моему, в предыдущих частях. Нет такой бешеной разрушенности, как там. Тунекс Каргейм, естественно. Тоже вот эти рожи. Что там еще-то? Блин. Не помню, вот нифига. Столько игрушек есть, да. А, 300 металл. Ну, я как бы сначала вспоминаю такие игры, да, где разрушаемость дикая. А потом вспоминаю, в общем, игры, где, ну, на выживание. То есть, 300 металл, опять же, то же самое. Кромегедон. Очень обалденная игрушка. Первая часть на iPhone. Ну, не iPhone, а Apple скачивал. Просто обалденная. Ну, на компе запустите, да, он проблематично. А вот на iPhone, ну, там, что-то специально скачал, да и все. И играет. Что такое, блядь? Блядь, давай быстрее, мужик. Ну, это еще круто. Вторую часть кармагедона пытался запустить себя на компе. Я, в принципе, запустил, но она работала так неадекватно. А первое, она работала без звука. Ну, во-вторых. А во-вторых, что-то там еще какая-то ложа была. Из-за чего я сразу удалил, не помню уже, но. Ну, так, в принципе, таких игр на выживание дофига. То есть, тут же сам Plot Out. Даже, правильно буду сказать, не игра на выживание, а игра, где... Ну, в принципе, да, игра на выживание, где там разрушаемость есть небольшая машина и так далее. То есть, такая физика повреждений. Такое двухзначное понятие. В моем смысле я имею в виду, но... В общем, прикольно, конечно. Очень круто. Не, ну, игра, конечно, какие-то обалденные. То есть, из своих лет это прям вообще обалденно, конечно, очень круто. То есть, такие иногда ситуации попадаются, когда там, опять же сказать, врезаешься. Ну, это на обычной гонке как-нибудь удачно врезался, или какой-нибудь трамплин очередной. Как я к нему удачно поднялся, врезаешься в дерево, тебе там персонаж влетает. Потом влетает в деревья, там стукается, я не знаю, такие звуки следуют. Вообще, обалденно, конечно, просто обалденно, блядь. Ну, и машину скорее уже. Ну, спереди вообще капец. То есть, еще круто, очень круто. Чисто вот этими играем расваивался. Обалденно, конечно, очень круто. О, нифига, я думал, вообще об столе. Ну, смотри, я бум. Очень круто, короче. Блин, я опять последний шип. Так, давайте сейчас попробуем первым прийти. Хочу дико прийти первым, блин. Я, кстати, не пойму, где здесь режим, где дербит, что-то по-моему, называется. Короче, тебя закидывают на какую-то арену, ну, ты там с другими машинами бодаешься. Вот. Там твоя задача как бы выжить, да? Не уничтожить других, чтобы тебя не уничтожили. Во второй части, в принципе, этот режим будет сразу открыт. А вот здесь, вот здесь я ни хрена его не заметил. Может, он пока закрыт. Может, вообще его здесь нету, незначительно говоря. По-моему, он должен быть все-таки, как-никак. Как-никак он должен здесь быть. Ну, отлично, он стул врезался. Ура, бля. Может, я пойду первым? Может быть. Вот так, отлично. Не знаю, может, он реально потом откроет, скорее всего, так и будет. Потом, в следующем видосе, посмотрю, короче, на режим. Там, всякие трюки и так далее. Ну, вот, короче, сейчас покажу. О, кстати, автосалон тоже. Ну, пять машин всего. То есть, я так понимаю, здесь изначально пять машин дается. Больше здесь, в принципе, нету. Не знаю, может, здесь с помощью читов можно какие-то машины открыть. Вот, как во втором Fatality какой-то бэтмобиль. Потом, там, автобусы всякие можно было открыть, грузовики и так далее. Короче, там много всего было. Вот, в принципе, гонка на время. И все. А этого режима-то нету. Может, его реально забыли добавить? А может, его вообще нет? Может, его только во втором Fatality или... Не знаю, короче, ребят, честно. Статистика какая-то есть. Уровень стандартный. Стандартный, стандартный. Двигатель, двигатель. Модель машины. Ну, прикольно, конечно, очень прикольно. Да. Некорош такой прикольный, блин. У тебя прям детали конкретно показываются, да? Вообще обалден. Кузов. Ну, кузов. Можно укрепить, кстати, его. Вот. Замена и ремонт ржавых элементов кузова. Становление исходной целостности и жесткости. Стандартный. Усиление важнейших деталей. Спортивное наращивание стального каркаса на кузов для сопротивляемости, надежности и минимизации повреждения серьезных аварий. Вау. То, что, конечно, здесь машину можно взорвать, вообще, это очень радует, это пипец. И, причем, если ты взорвешь, ну, если ты там, как бы, уничтожишь, вообще прям до конца, то все, считай. То есть, игра провалена. То есть, ты проиграл гонку, вот это тоже прикало, это не как в других играх, да? Врезаешься куда-нибудь, у тебя там полмашины разворотило, ну, вот, просто нажимаешь на восстановить, у тебя она такая целехонькая, нормальненькая. Нет, здесь такого не будет. Здесь ты врезался, она у тебя взорвалась к чертям собачьим, все, считай, ты проиграл. Вот я только не знаю, вот, по-моему, в профессиональном режиме, когда, ну, там, где, короче, управление сложное и все дела, там, когда дофига врезаешься, у тебя потом колеса начинают шататься, там, машина как-то говно ездит. Понимаете, там, короче, в профессиональном режиме, мне кажется, еще что учтено было, да? То, что ты, когда врезаешься, у тебя управление с машиной, ее поведение ухудшается прямо в разы. Тоже вот это тут очень прикольно. Вот, типа, реалистично круто. Очень круто, короче. Обалденная игрушка, ребят. Коллектор с вашими можно метричными свармышами. Ох, едет на скорость. В общем, очень круто. Ладно, ребят, давайте, пожалуй, закончим тогда. А, здесь их открывать-то даже не надо. Здесь просто покупаешь, и сразу автоматом открывается следующий. Вот в чем прикол-то, блин. Очень недопер. Ну ладно, ребят, давайте тогда закончим, в принципе. Всем пока, удачи. Потом еще, наверное, будет один-два видоса по этой игре. Так, чисто ради фана погоня, попробую пройду и посмотрю, что здесь есть. Может, здесь реально есть режим. Я, честно говоря, не знаю, потом посмотрю побольше инфы. Вот, скатерские трюки всякие. А, да, вот она, стоп. Вот эта вот штука, это оно и есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это вот. Ага, ага. Ну-ка, а что такое? Дайте прям глянем и все. А, ну да, это такой, типа... Ну да, понятно, что такое. Знаете, здесь все-таки есть этот режим. Ну, здесь он как бы... Здесь выглядит не как режим. Так скажем, он как просто отдельная карта. Ну, прикольно. Интересно, здесь можно как-то на сцену вылететь, а? Он как-то во втором на фаталте вылетал. Такие чурюзи спрайты выстали, и прям в них вылетаешь, оружие в них вырезаешься, и им вообще пофиг. Такие спрайты стоят, там, руками что-то делают, машут. Очень круто. Ладен, конечно. Я, кстати, сейчас опять на ноутбуке играю. Она, в принципе, здесь идет, но ура. Значит, она максимум поставила, кроме сглаживания. Я никогда это говно не ставлю вообще, потому что это настолько дерьмовая штука. Она настолько пожирает производитель. Это сообщение, когда я не ставлю никаких играх. Почти. Если ставлю, то у нас самый минимум. Потому что, я вот не знаю, она, по-моему, что это сглаживание делает. Она убирает вот эти вот лесенки, да? На текстурах. То есть, когда ты там будешь, смотришь на машину, видишь, что там они прям квадратиками такими сделаны, да? Вот. Вот. Ты ставишь сглаживание, и вот эта штука убирается. Вот никогда бы ты вот этим говном не запарился, когда я его не ставил. Потому что, в принципе, это никогда ни в какой игре не беспокоило. Вот раз, во-вторых, это такое говно, которое обжирает столько памяти. Я просто в шоке вообще. Это вонючая функция. Тем более, ну, не, на компе, может, я ее и ставлю. Иногда там, ну, опять же, на самом минимум, но на ноутбуке здесь ставить ее вообще нельзя. Потому что, мне кажется, ну, производительность поместится будет, если не втрое, блин. Тем более, на таком железе. Так что, ну, ладно, ребят, давайте, пожалуйста, окончим. Всем пока, удачи. Собственно, такой небольшой видос был. В общем, всем пока. И, значит, потом еще на сниму.